Фармацевтическая компания Вольфарма увеличит свои инвестиции до 130 миллионов долларов. Отмечу, что на казахстанском рынке польский инвестор работает с 2011 года. За это время построили в Шенкенте завод по производству медикаментов и продолжают его постоянно обновлять. Сейчас там строится современный научно-исследовательский центр с лабораторией контроля качества. Это поможет снять зависимость от импортных поставок медикаментов, откроет дополнительные рынки экспортом. Более того, продукцию завода намерены отправлять в страны Европы. Каждая страна делает все возможное, чтобы поддержать усилия инвесторов, в том числе и ваша. Мы давно работаем на казахстанском рынке. И надо отметить, у вашей страны есть хороший потенциал для развития фармацевтической сферы. Для его реализации нужно создать условия. В рамках этой инициативы мы подразумеваем создание рабочей группы, которая будет направлена на создание подобного рода стимулов для инвесторов. Один из таких стимулов, который увеличит количество инвесторов, это совершенствование правоприменительной практики, считает глава Ассоциации Казахстанского совета иностранных инвесторов. По его словам, она иногда разнится с тем, что написано в законе. И, как утверждает Ирлан Тосенбеков, практика это нормальная, которую необходимо совершенствовать вместе с парламентом и правительством. Сейчас мы, правительство и парламент в данный момент работают над принятием нового налогового кодекса, который, ожидается, вступит в силу с 1926 года. Естественно, это событие привлекает внимание инвесторов, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы налоговое законодательство было как можно более стабильным и предсказуемым. И это то, над чем работало правительство все это время. И большая надежда со стороны инвесторов была выражена в том смысле, что, с одной стороны, налоговый кодекс, конечно, должен помогать правительству решать краткосрочные задачи, связанные с пополнением бюджета, но в то же время, в долгосрочной перспективе, налоговое законодательство должно быть достаточно привлекательным, чтобы создавать более благоприятные условия для существующих инвесторов и привлечения новых инвесторов.